Здравствуйте! Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект правительства о повышении НДС с 18 до 20 процентов. При этом инициативу поддержала только партия Единая Россия. Все парламентские оппозиционные фракции выступили против законопроекта. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Повышение налога на добавленную стоимость по данным Виномостей принесет федеральному бюджету в ближайшие три года порядка 2 триллионов рублей. Эти деньги пойдут на выполнение нового майского указа Владимира Путина, который в частности предполагает повышение продолжительности жизни и снижение уровня бедности в России. Продажи пива выросли в России из-за чемпионата мира по футболу. Согласно исследованию компании Нильсен, по сравнению с июнем прошлого года популярность безалкогольного пива выросла на 65 процентов, а темного и полутемного примерно на 43 процента. Наибольшее увеличение спроса было зафиксировано в городах проведения Мундиаля Сочи, Волгограде, Калининграде, а также в Казани. И в продолжении темы спиртного россияне покупают по 21 литру вина и крепкого алкоголя в год. Таковы данные исследования компании GFK. Из него следует, что крепкий алкоголь, тихие вина, шампанские и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86 процентов домохозяйств. В среднем одна семья покупает 21 литр алкогольных напитков в год. И все чаще россияне отдают предпочтение, как ни странно, вину, говорится в исследовании. IKEA открыла интернет-магазин для доставки товаров в Пермь. Минимальная стоимость доставки в наш город составит 699 рублей для покупок весом до 20 килограммов, 899 рублей для заказов весом от 20 до 30 килограммов и 2499 рублей, если вес покупки составляет от 30 до 500 килограммов. Сейчас на сайте компании пермики смогут заказать более 20 тысяч товаров под маркой IKEA. Они обозначены значком «Купить онлайн». Напомню, что раньше пермикам приходилось либо ездить за покупками в магазин IKEA в Екатеринбург, либо приобретать товары через посредников. Добавлю, что власти Перми уже несколько лет ведут переговоры об открытии в краевом центре магазина IKEA. Так, в конце 2015 года представители шведского ритейлера даже определились с участком подстроительства в микрорайоне Ива. Однако позже компания отказалась от этих планов. Злостным алименщикам запретят сдавать на права. С таким предложением выступили судебные приставы. Минюст уже приступил к разработке проекта закона, который запретит допускать должников по алиментам к сдаче экзамена на водительские права. По действующему законодательству приставы могут временно лишать должника уже имеющихся у него водительских прав. Так, по данным Федеральной службы, в прошлом году такое решение было вынесено в отношении 276 тысяч должников по алиментам, что позволило взыскать с них более 1 миллиарда рублей. Большая часть производства завода «Римпутьмаш» будет перенесена в Верещагина. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников в интервью агентству «Интерфакс». Наша служба занятости внимательно следит за ситуацией на производстве и, по ее данным, всем сотрудникам предприятия предложили трудоустройство на других производствах компании. Саму территорию старого завода нам постепенно передают в собственность, заявил глава региона. Напомню, осенью прошлого года территория Пермского завода «Римпутьмаш» была продана в собственность Пермского края. По соглашению, у Пермского завода есть 20 месяцев, чтобы покинуть площадку. В Крымом Минстрое заявляли, что на площадке завода планируется создать культурный кластер. Курс доллара, установленный Центробанком на 25 июля, составляет 62,92 рубля, на этом у меня все. Удачи в делах!